Курдские отряды народной самообороны выпустили из района Африн на севере Сирии ракеты по турецким городам Келес и Ренхалы. В результате последнего обстрела погиб как минимум один человек, несколько десятков получили ранения. Таким образом, сирийские курды ответили на начало турецкой операции «Оливковая ведь». В настоящее время курды представляют реальную угрозу для национальной безопасности Турции и несут в себе одновременно также и террористическую угрозу. И в связи с этим они решили нанести по оппозиции сирийских курдов этот самый удар, который мы с вами знаем. Фактически сейчас ведутся активные сухопутные действия на суше. То есть это широкомасштабная военная операция. Подтолкнуть Турцию к решению наступления на позиции курдского ополчения в районах городов Африн и Манбирж могло недавно извести о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии. Создаваемые США, заявленные целью предотвращения возрождения остатков исламского государства. Неясно также остаются ли в районе города Манбич американские военные, где они были размещены в прошлом году. Есть, что сирийские курды получали вооружение от американской стороны. И таким образом мы имеем такую картину, что американцы чужими руками, опять же, да, не своими руками, но чужими руками, пытаются развернуть ситуацию в Сирии в свою пользу, привести, так сказать, в стране те силы, которые будут им удобны, займут ту американскую линию. Российские власти, наблюдая за действиями турецкой армии в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии. Уже по проверенным данным Российское министерство обороны, действительно, на территории, в которой контролируют сирийские курды, происходит, скажем так, размещение определенных сирийских группировок, которые противостоят режиму правительству Асада. Поскольку Россия всячески пытается, так сказать, помочь, установить легительное правительство, так сказать, укрепить правительство Асада, соответственно, как бы Россия не может, так сказать, содействовать обратным действиям, да, и вот это вот такая сложная проблема. В понедельник состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсудили вопрос, связанный с операцией Оливковой Вет. По мнению поспреда Франции при ООН, ситуация в сирийском Африне является лишь частью уравнения. Он призвал турецкие власти к сдержанности, а также отметил, что прошедшее заседание является важным шагом в преддверии переговоров о сирийском урегулировании, которое пройдут в Вене 25-26 января. Диана Шилова, Универ Ньюс.